Много не видно осужденных. Все правильно. Просто чудовищно. Всю систему судебную подмяли под себя. Прокуроры, полиция, пресса, деньги. Все у них. И все равно правда. И толку нет. И суд бесполезен идти за защитой. Вот Лужкова убрали. Убрали. А меня по судам что-то скажут. Его уже нет. А по судам я хожу. Он протестовывает, что он не жули. Он чешный. А фронировка президента отстранила должности по недоверию. Что означает недоверие? Недоверие только в одном случае. Если вот человек, коррупционер, другого недоверия не может быть. Если человек честный, какое ему недоверие? Так его убрали, а по судам меня огоняют. Я должен доказывать, что он честный. Представляете? Коррупция правильных воронов. И здесь рука руку моет. Ворон, ворон, глаз не выкрыт. И коррупция везде, чтобы своих прикрыть, а наказать безвинных. Стрелочников. И это вызывает всеобщее недовольство. Поэтому они боятся, что у нас будет такая же революция, как пора. Когда все выйдут, и никакая новая полиция, армия ничего не смогут сделать. Армия придет на сторону народа. Это было им трудно разобраться сейчас. Нужно увеличить количество автобусов. Правильно? Общественный транспорт. Автобусы современные. Там было прохладно летом, тепло зимой. Если есть возможность трамвай, какие-то виды метро. Все нужно делать. Потому что иначе пробки будут. Если мы все будем сидеть в машинах, то не помогут никакие дороги. Вот сейчас в Москву можно выдвинуть, расширить. Огромное пространство. Московская область. А Владивосток куда вытягивать? Поэтому обязательно вдоль моря. А? Что? Вдоль моря. Можно, если? Задик. А куда? В дом Таварус. В дом Таварус. В дом Туриста. То есть не надо, чтобы все было в одном месте. Вытягивать все. И строить одноэтажные дома. Мы жили в дом сального типа. А не эти клетки бетонные. И наше решение такое. Раз есть недостатки и недовольные люди, давайте отменяем ЕГЭ. Вообще. В ВУЗах без экзамена. Сейчас у нас мест в ВУЗах больше, чем самих абитуриарей. Зачем для экзамена? Экзамен, чтобы убрать. Допустим, 10 человек на место. Куда 9-го брать? Если всего один русский стиль. Тогда экзамен. Кто из них получше, мы его берем. Но если сейчас у нас 10 абитуриентов, а 12 мест, что же нам экзамен подстраивать? Всех возьмите. А потом, кто же не первого, второго семестра, они сами сбегут. Когда поймут, что не туда пришли. Поддерживайте ли вы ОНФ и ополчение? ОНФ это делает крем, чтобы скрыть деградацию Единой России. Она проигрывает. Вся пропаганда будет идти в фронт. Вот видите, какие люди. Вот видите, не Борикова пока. Вот Рошарин хороший. Он член фронта. Давайте голосовать. Но министр-то Борикова, она решение принимает. Вас пытаются обмануть. А ополчить старые коммунистические дела. Давай раз фронт, то они будут ополчение. Тогда будет вверх тыл. Мы за тыл. Пускай ополчение с фронтом стеснулся. Себя уничтожим заедно. А мы с вами в тылу вот сидимся и будем жить хорошо. А фронт и ополчение нас сами не интересуют. Что вам вопрос? Установить дальневоскожный коэффициент инсионерам и инвалидам. Я вам сказал, это не решит проблему. Опять что-то пусть стоит дорого и коэффициент не поможет. Лучше, я говорю, создать совсем другую экономику. Мы за, пожалуйста, восстановить. Но жизнь будет такой сложной, что этот коэффициент вам опять ничего не даст. Сейчас вам выгоднее пенсионерам и инвалидам, чтобы ваши дети, молодые еще и здоровые, хорошо будут зарабатывать. Тогда и вы вся семья выигрываете. Например, мы помешаем пенсию пенсионерам. А цены растут еще быстрее. Пенсионеры выигрывают? Нет. А давайте заморозим цены. Так пенсионеры купят больше товара на личную пенсию. И давайте им рабочие места, членам семьи пенсионера, чтобы они сидели на шее у бабушки и дедушки. И все вместе они выигрывают. А когда пенсия выше, цены выше, пенсия выше, и никто ничего не выигрывает. Сколько реальности? Вот 60. Я тебя и вот выиграл он. Он дал самую маленькую цену и самый короткий стрелок для строительства. Но я же знаю, что 60 надо. Реально. Тебе давать до соглашения. И да, заложено не 60, а 80. За 60 построишь, а два креста мы поделим. Вот он, а вот такие же праймерисы. Профанация все. Своих людей поставить на нужные места. А названий будет много. И те, и те, и те. У вас же прошли, наверное, правильные места. Здесь прошли уже, в университете. Вы кто, кого они укрепили? Те же депутаты. Другие есть. Вот для профанации. Ребята, приходите, все, получится у вас. Поставят джиг, у них 600 мест. На непроходные места 150. У них проходных 300. То есть половина это непроходные. Да и 300 не получат. Чтобы 300 получить, нужно тотальную классификацию. Ответное занятие в нашем грузе. С удовольствием. Я в следующий раз, когда приеду, обязательно приду на встречу со студентами. Сейчас лето получилось. На нашей улице нет водоснабжения. То есть страна самая морская. И внутри пол воды реки и озера. И кругом моря. Но вот не зарабатывают. Воды нет. Что-то чудовищное. Это же здоровье. Понимаете? Два литра в день нужно выпивать. Для чего? Промыть всю грязь и вывезти из организма. Это люди не понимают. Врачи даже не объясняют. О, пить не хочу я пить. Все, два литра. Это нужно организму, чтобы освободиться от всего, что нужно вывезти из организма. Вода это наш водопровод внутренний. Все, что заржавело, согнило, нужно вывезти. А как вывезти? Вот отсюда пошла онкология. Не выводите. Остаются там эти микровые вирусы. И пошло неправильное деление клеток. То есть врачам, прежде чем зарплату повышать, пускай санитарные врачи хотят объяснять гражданам нашим, как нужно самим забориться о здоровье.